В эти выходы сотрудники ГИБДД остановили почти в три раза больше пьяных водителей, чем в новогодние праздники. На неделе инспекторы также проводили традиционную акцию «Автокресло детям». Результаты рейдов неутешительные. Было выявлено 15 нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей. Это управление транспортным средством, перевозка детей на транспортное средство без специального детского удерживающего устройства. Было составлено 32 административных материала за то, что водители перевозили детей уже без детского кресла, можно их было перевозить, но не пристёгнутых к ремнём безопасности. Как обычно, это делается на заднем сидении, добывают что-то на переднем сидении. На пешеходном переходе у дома книги женщина сбила 78-летнего пенсионера. Водитель остановилась и попыталась оказать помощь мужчине, но он заверил, что всё в порядке. Через несколько дней у пенсионеров всё-таки зафиксировали ушиб левого бедра и синяки. «Сообщение о данном происшествии к нам поступало и ранее. 17-й чтанам водитель и очевидцы представляли информацию по ДТП. Водитель была установлена в тот же день. В отношении неё был составлен административный материал по статье 19.18 административного кодекса Российской Федерации за непредставление преимущества на пешеходном переходе». Перед праздниками активизировались мошенники. Саровчанке позвонил мнимый сотрудник банка и сказал, что на её имя оформили кредит. Чтобы не стали начислять дополнительные проценты по задолженности, женщине нужно оформить кредит заново. «Гражданка оформила кредит через приложение онлайн-банка. После сняв денежные средства, перевела их на предоставленный счёт злоумышленников через банкомат уже стационарный. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Разными долями женщина перевела преступникам 240 тысяч рублей. Правоохранители напоминают, что нужно быть бдительнее, когда дело касается денежных операций и персональных данных. Сотрудники банков никогда не рассылают сообщения о блокировке карт. В телефонном разговоре не спрашивают конфиденциальные сведения и коды, не требуют перевести средства на другой счёт.